Интриги, скандалы, аресты. Михаил Саакашвили, Тельман Исмаилов, Николя Саркази. Правовой беспредел или неотвратимость Фемиды? В эфире Первый пост. Я Ксения Каста. Здравствуйте. Начало октября войдет в историю как неделя топовых задержаний и арестов. Самый громкий из них связан с Михаилом Саакашвили. В судьбе этого одиозного политика одиозно все. Сначала был сжеванный галстук. Потом странные звуки. Му или Бебе в адрес Авакова на заседании Кабмина Украины. Затем пошли прыжки по крышам Киева без страховки. И вот теперь Мишико решил вернуться на родину в Грузию. О своем возвращении Саакашвили возвестил всех в инстаграм. Опубликовав фото прогулок по родным местам. Фейк или не фейк разбирались ровно сутки. И вот итог. Как видим, настроение у арестанта прекрасное. И это несмотря на заведенные на него четыре уголовных дела. Два из которых могут стоить ему пожизненного заключения. На этот раз бежать он не пытался, а сдался фактически добровольно. Это наводит на мысль о постановочном характере его возвращения. К слову, около изолятора, куда поместили Мишико, уже толпа митингующих. Полиция взяла здание в кольцо. Примерно в это же время, что и операция по аресту Саакашвили, произошло еще одно знаковое задержание. В Черногории был взят под стражу покровитель всего российского шоу-биза и бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Бизнесмен, миллиардер и беглый, подозреваемый в нескольких убийствах. Басманный районный суд заочно арестовал Исмаилова еще четыре года назад в связи с обвинением в организации убийства двух предпринимателей. По информации сайта сплетник.ру, Черкизон Исмаилова был крупнейшим рынком всей Восточной Европы. На нем трудилось более 100 тысяч человек и, по подсчетам экспертов, торговля приносила владельцу по миллиону долларов в сутки. Тратил их Тельман широко и с размахом. На открытие отеля в семь звезд имени своего отца или на его юбилей слетался весь мировой бомонд. Пресса сходила с ума от их обилия. Широн Стоун, Моника Белуччи, Ричард Гир, Пэрис Хилтон, Марая Кэрри, Сил и Том Джонс, Дженнифер Лопес, который даже был вручен золотой микрофон. Она говорит, я должна иметь такой микрофон. Я от нашего имени, от имени нашего праздника этот микрофон хочу подарить ей. Как сообщает пресс-служба СК, Следственный комитет России направил все необходимые материал для подготовки запроса об экстрадиции Смаилова и дальнейшем уголовном преследовании на территории Российской Федерации. Из Черногорийского изолятора в Бастилию бывшего президента Франции Николя Саркази приговорили к одному году лишения свободы. По версии следствия, Саркази потратил 43 миллиона евро на агитацию избирателей, а это в два раза больше, чем разрешено законом. О перерасходе он знал, но пытался скрыть, списав траты на другие нужды. Впрочем, отбывать срок Саркази будет в золотой клетке, в восточной стороне знаменитого района Вилла Монмаранси. Этакая парижская рублевка, 120 домов, полностью закрытая территория. В соседях Жерар Депардье и Милен Фармер. Сдерживать бывшего президента от левых прогулок будет только маленький браслет на щиколотке. Но если куда нужно, местный полицейский, босс, имеет право его отпустить. Вот такая вот французская демократия. От сумы и от тюрьмы не зарекайся, говорит русская пословица. А мы знаем в них толк. Так что новым сидельцам, как говорится, добрый вечер в хату. А нам следить за новыми событиями в сети. Это был Первый пост. До скорого.